Каникулы в китайском стиле. Центр изучения языка Поднебесной в ГХТУ организовал летний ладер для школьников Сяолун, что в переводе означает «маленький дракон». Ребята знакомились не только с особенностями китайского языка, но и богатой культурой Востока. Это делает занятия более интерактивными и увлекательными. Наша задача сделать язык живым и в возможности создать учебные ситуации, позволяющие приблизиться к настоящим языковым ситуациям, речевым, а также культурным. Мальчиков и девочек познакомились с искусством китайского танца. Все движения должны быть плавными, обдуманными. В руках незаменимый дамский аксессуар, ажурный веер. Вместе с педагогом ребята поставили небольшой танец бабочек. Такая загадочная и изящная древняя китайская живопись. Верхом мастерства на Востоке считается использование лишь белого холста и черной краски. Особая техника нанесения мазков, исправления здесь не приняты, делает картину чистой, простой и в то же время довольно оригинальной. Ну, допустим, если у нас пропуск получается в линии, мы его не поправляем. В отличие от европейского художника, который взял бы это и нарисовал. И все остается так, как оно сделано. То есть на основе того, какое у тебя духовное состояние душевное и так далее. Пожалуй, самый вкусный мастер-класс по приготовлению традиционного блюда китайской кухни – яблоко в карамели. Ребят учат правильно чистить яблоко, удалять сердцевину и разрезать на ровные кусочки. Все под присмотром повара из настоящего китайского ресторана. Эти яблоки достаточно просты в приготовлении. Их следует очистить от шкурки, все внутренности изъять, нарезать мелкими кусочками, подготовить для них карамели. Это все растапливается на сковороде, окунается, готовится. После этого их следует опускать уже в готовом виде в холодную воду со льдом и приступать к еде. Они становятся такими твердыми. Организовать бесплатную летнюю школу китайского языка удалось благодаря гранту от Росмолодежи. Ребята, которые всерьез заинтересовались загадочной культурой Востока, могут продолжить изучение языка здесь же, в грядущем учебном году.